Это связано с рядом причин, их новые, назову самые основные. Ну, первое, украинское законодательство говорит о том, что консессыдатель, то бишь мы, или там любой другой город в безоговорочном порядке может прервать добрую концессию без выплаты компенсации, потери и так далее. Понятно, на какие условия ни один институт не идет. Есть и от других причин. В частности, консессию утверждает министерство УЖКХ, город Артемов-Спартова пошел по тому же пути, что мы первоначально, вот они уже 8 месяцев, министерство УЖКХ не утверждает им консессию. То есть он ждет, пока приедет мир города, ну и как-то убедит их. Ну, чем убеждает? Ну, понятно, да? Чем-то убедить он должен, да. Есть ряд объективных факторов. Например, при концессии аренды, в любом, ни в первом, ни в втором случае, инвестор будет платить городу арендную плату или концессионный сбор. Так вот, когда он платит концессионный сбор, он должен платить из прибыли. А прибыли, естественно, он должен кого брать? Жители нашего города, да? Глупо. Если это аренда, он должен платить, то есть сумма аренды, которую будет платить город, будет входить в тариф и включаться в себестоимость этой оплаты. Ну, логично. И так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день, поэтому, поскольку не найдено ни одного предприятия, которое собирается брать концессию, а инвестор в горводоканал необходимо, я отчитывался, в основном это два направления. Это прекращение утечек воды, или, ну, на сегодняшний день более 50% в городе, это так называемые, ну, потери, не утечки, потери воды более 50%, необходимо их снижение. И второй фактор, необходимо устойчивое обеспечение города водой. На сегодняшний день в городе существует один тех водовод, и в случае серьезной аварии, пока вы в городе не серьезной аварии, в случае серьезной аварии город на долгое время может остаться без воды. Поэтому в основных направлениях, куда необходимо вложение средств. Ориентировочная сумма инвестиций 15 или 20 миллионов долларов. Поэтому предлагается перейти с формы концессия, которую мы с вами уже утвердили, на форму аренды, утвердить положение, затем последующее по аренде, и искать уже предприятия инвестора, которые возьмут горловый канал и концессию в аренду. Я доклад закончил. Они потеряли всех инвесторов. Они говорят, в Украине, как ни в одном государстве мира, нет гарантии о том, что с ростом инфляции растут и тарифы. Увы, этого нет, поэтому механизм... Нет, безусловно, но в конечном счете, в процессе концессии, безусловно, если мы чем раньше, что не концессии, плата в городе будет через 5-7 лет однажды в самых низких конечных государственных работах. Я расскажу в собственном... Субтитры создавал DimaTorzok